МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ОРЕН-ТВ новости. С вами Наталья Голикова. Здравствуйте. О событиях этого дня смотрите в материалах наших корреспондентов. И вот некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий подозреваемый в убийстве оренбургского бизнесмена и его сына этапирован в Абдулино. Следствие на месте будет проверять информацию о его алиме. Третий год, как протекает крыша, капитального ремонта все нет. Жители одной из многоэтажек на проезде к промысловым устали от протечек. Более полумиллиарда рублей на дорожный ремонт. Какие улицы Оренбурга начнут делать первыми? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2300 нарушений 133 торговых комплексов области. Эти цифры сегодня озвучили на срочном совещании губернатора с главами муниципалитетов и сотрудниками МЧС. Со ссылкой на оренбургское правительство сообщает ряд интернет-изданий. В связи с трагическими событиями в Кемерово, в нашем регионе, как и по всей стране, стали активно инспектировать торгово-развлекательные центры. Количество нарушений в них, мягко говоря, настораживает. Хотя массовые проверки в Оренбурге проходили еще в декабре 2017 года, после того, как торговый комплекс «Мир» на проспекте Победы выгорел почти полностью. Тогда было установлено, что 133 объекта в области работают с нарушениями пожарной безопасности. Причем этих нарушений проверяющие насчитали более 2300, сообщает РИА-56. Однако публично говорить об этом и называть наиболее опасные объекты стали только теперь. Лидерами-нарушителями стали «Бизнес-парк Восток», «Оренбургский пуховый платок». У них насчитали 230 нарушений. В ТРЦ «Восход» обнаружили 146 несоответствий. Рынок «Локомотив» и торговый центр «Город Локомотив» допустил 88 несоответствий требованиям. Столько же у торгово-развлекательного центра «КИТ». В топ-нарушителей попали также торговые комплексы «Территория», «Север» и «Максимум». В числе проблемных называются также «Три Кита» и «Мебельный базар». По итогам проверка возбуждены административные дела. К ответственности привлечены юридические и должностные лица. Сроком ответа по устранению данных нарушений Юрий Берг назвал вчера. Но конкретная дата озвучена так и не была. Еще к теме общественной безопасности. Все управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города сообщают, что завтра в 11.50 по местному времени будет проводиться проверка систем оповещения. Никаких практических действий предпринимать не нужно. Деньги собственников жилья будут направлены на погашение долгов. Оренбургская управляющая компания получила исполнительные листы почти на 15 миллионов рублей. Один счет компании уже заблокирован. Решается вопрос о блокировке другого и переводит денег на баланс подрядной организации, с которой коммунальщики не расплатились еще в 2016 году. Сбербанки сейчас на счет заблокированы в связи с тем, что был подан исполнительный лист одной из управляющих компаний. И также вчера нами был подан еще в один банк исполнительный лист на сумму 9 миллионов. То есть, соответственно, эти средства по решению суда, вот эти 9 миллионов, они должны в любом случае вернуться на счет той компании, которая выполняла работу, да. В Оренбургской управляющей компании сообщили, что информация не соответствует действительности. Однако в ходе разговора директору все же пришлось признать, что долги существуют. Не соответствует там действительности. С балконом все у нас в порядке, всем везде мы оплатим. В исполнительный лист, мы сейчас подготовили соглашение о реставрализации. Сотрудности, в общем-то, обсудили мы с ним вчера. ЖЭУ-9 тоже там вот решение суда есть. ЖЭУ-9 решение суда есть, да, по ним мы будем, ну, примерно третье проводить. Что примечательно, средства, которые пойдут теперь на погашение долгов, это деньги собственников, которые должны быть направлены на расчет с ресурсными компаниями за предоставляемые услуги на обустройство домов, дворов, подъездов. Опять же возникает вопрос, куда ушли деньги, предназначенные до подрядных организаций, которые выполняли необходимые работы. Куда смотрят наши надзорные органы, так как целевые денежные средства, которые поступали от населения в адрес Оренбургской правящей компании, должны были идти на содержание и обслуживание дома. Но эти денежные средства на содержание и обслуживание дома в части не были заплачены. Подрядным организациям. То есть куда они пошли, нам неизвестно. В связи с долгами, что ли, получается? Ну, может быть. Получается, они не смогут с него рассчитываться, за исключением первоочередных платежей. А что делает управляющая компания в таком случае? Не знаю. Нет, да? Не смогут. По последней информации, Оренбургская управляющая компания обратилась с заявлением в арбитражный суд. Она просит о рассрочке платежа до 2020 года. Ямочный ремонт на дорогах области уже стартовал. Автомобилисты следят за тем, где дорожное оплатно особенно испортилось, а где традиционно образовались огромные лужи. Наша съемочная группа проехала по наиболее проблемным участкам города. На улице Вана Тиряна из-под колес уходит земля. На участке дороги провалилась тротуарная плитка, которую в прошлом году заделали выбоину. Проблема всплыла после первого дождя. На проезжей части вновь образовался провал. Заплатка оказалась недолговечной. А этот стихийный водоем образовался на улице транспортной. Талые воды волнами бьются бордерные камни. Автомобили походили на корабли. На водном объекте были замечены не моряки, а представители городской администрации. А вот на проспекте Победы с водоемом борются не люмневки, а гидранты. Талую воду откачивают насосами. Тем временем КОЭКЗЕ в городе уже начинается ямочный ремонт по технологии с использованием литой асфальтобетонной смеси, сообщил руководитель управления строительства и дорожного хозяйства Оренбурга Олег Жирелев. Администрация города в этом году планирует потратить на восстановление и строительство дорог 615 миллионов рублей. Уже в эти дни ямочный ремонт проходит на улицах Солмышской и Джангильде на проезду Северному. Середина апреля, когда установится среднесуточная температура в плюс 5 градусов, в ход пойдет уже горячая асфальтобетонная смесь. Полномасштабный ремонт городских магистралей планируется начать с 1 мая. Планируется два новых объекта – это улица Саморядово и братьев Хусаиновых. Будет завершен ремонт транспортной развязки на Олегском шоссе. Верхний слой асфальта поменяют на 14 улицах, в их числе 60 лет октября, Чкалово, Всесоюзно, Автомобилистов. Их начнут ремонтировать, когда среднесуточная температура становится не ниже 15 градусов тепла. Работы стартуют с наиболее разрушенных участков на улицах Всесоюзно и Автомобилистов добавили в мэрии. Возбуждение уголовного дела в отношении мэрии отказать относительно застройки нового микрорайона на улице Пролетарской, которая в корне не устраивает местных жителей, появились новые детали. Девляется также, что проект, предусмотренный рекреационной зоной, подготовила организация, не имеющая соответствующей компетенции. Напомним, эта история тянется уже полгода. Жилая застройкой, не соответствующую проекту, и отсутствие инфраструктуры, которую обещали при покупке жилья – это основные претензии жителей домов на Пролетарской. Говорят, здесь нет ни соцобъектов, ни сквера для отдыха. Даже на тех участках земли, на которых по утвержденному плану предусмотрена рекреационная зона, растут многоэтажки. С жалобой на это оренбуржцы обращались и к президенту, и к местным властям, к депутатам и в прокуратуру. Последняя нашла нарушение в действиях городской администрации. Как показала проверка, этот участок, где вместо сквера уже стоят ликосовские высотки и возводятся еще две, был перепланирован без обязательных публичных слушаний. В 2015-2016 году было согласовано сначала первоначально изменение разрешенного вида земельного участка на строительство многоквартирного жилого дома, и в последующем было выдано новому собственнику, одному из застройщиков города Оренбурга, разрешение на строительство комплекса многоквартирных жилых домов. Были совершенно явно выходящие за пределы полномочия действия неустановленных лиц администрации города Оренбурга. В Следственном комитете, куда были переданы материалы проверки, нарушений не усмотрели и возбуждение уголовного дела в отношении работников городской администрации отказали. Но сейчас еще ведется проверка оснований для этого. Сказали ведомства из департамента градостроительства и земельных отношений, куда мы написали запрос, прислали следующий ответ. В письме за подписью начальника департамента Сергея Бринева на вопрос о том, почему была отклонена заявка жителей этого микрорайона на участие в проекте «Комфортная городская среда», о котором сейчас так много говорится, сообщается, что данная территория не соответствует критериям общественных территорий, установленных актами проекта. Относительно земли, на которой вместо сквера с фонтаном Ликос строит 17-этажки, поясняется, что вид разрешенного использования земельного участка был изменен собственником самостоятельно на основании градостроительного кодекса. Относительно скандальной застройки микрорайона, свои вопросы мы задали Александру Кунеловскому, депутату законодательного собрания по этому округу и руководителю компании, одна из которых ведет строительство на малой земле. По его словам, Ликос приобрел землю, где сейчас стройка в 2016 году, уже с назначением жилищное строительство, а изменил его якобы предыдущий владелец компании «Сатурн», которая купила участок у «Стрелы». Им же производственным объединениям и был подготовлен принятый в итоге проект планировки этого района, в котором запланирована так и не реализованная рекреационная зона. В 2012 году эта земля была продана про «Стрела», продана коммерческой организацией НИНА. И они расстались с правом располагать на этом участке что-либо. Но, тем не менее, когда у них появилась нужда в реализации жилищного проекта, они, как вы знаете, поставили там два дома и нарисовали целый микрорайон на этом земельном участке, то появилась рекреационная зона, на что они совершенно не имели права располагать там на чужой земле. Что же касается того, как был принят и утвержден неправильный, по мнению Кунеловского, проект, то здесь виновата мэрия, уверен депутат и строитель. Ошибки допускают все, потому что это человеческий фактор. Я усматриваю, что там допущенное упущение в компетенциях своих департаментов, скорее всего. Они не должны были пропускать проект с этой рекреационной зоной. Скорее всего, они не проверили при надежде земли, а инициаторы проекта, а это, как всегда, застройщик, да, они сказали, что это земля, все это земля, стрелы, они не проверили по катастрофному плану. Александр Кунеловский также сказал, что как депутат готов помогать людям добиваться своих требований, однако для этого он должен увидеть единство множества жителей, а не инициативные группы и их старания. Строительство двух крупнейших спортивных объектов в Оренбурге идет по плану. Накануне состоялось выездное заседание. В комиссии во главе с мэром Евгением Араповым побывали на стройке Центра восточных единоборств и Центра гимнастики и акробатики. Застройщики рассказали уже о проделанных работах и сроках. Центр восточных единоборств появится в районе улиц Солмышская и Джангильдина. Здание будет выполнено восточном стиле из деревянного бруса. Объект реализуется в рамках муниципально-частного партнерства. Спонсором выступает компания «Русоль». Никаких отклонений нету. Подрядчики работают настоящие. Работу делают качественно. Ну и, соответственно, надеюсь, что уже в этом году этот объект перейдет в муниципальную собственность в соответствии с заключенным соглашением. Работы на львого цикла уже завершены. На следующей неделе завезут материалы и приступят к монтажу. Застройщик обещает построить Центр к августу этого года. А также облагородить прилегающую территорию. Комиссия побывала и на другом социально значимом объекте. В районе жилого комплекса времена года продолжается строительство Центра гимнастики и акробатики. Тантехники зашли, в подвале делается разводку. Зашли электрики, делают штрабовку для прокладки. Электрики решены вопросы в наружными сетями. Сейчас будем уже канализацию колоть. Все нормативные документы, которые касаются акробатики, они тут тоже учтены и будут выполнены. Ход работ контролирует не только глава города, но и родительский комитет юных гимнастов и акробатов. Нас все устраивает. Контакт с нами, в общем-то, очень адекватный, очень полный. Какие-то вопросы, если возникают ответы, мы получаем на них сразу. Застройщик обещает выполнить все работы до конца 2018 года. Сейчас уже идет проектирование шестиполосной дороги, которая объединит проспект Победы и улицу Терешковой. Сейчас прервемся на рекламу. Она будет короткой. Не переключайтесь. Вас впереди еще ждет много новостей. Мы продолжаем рассказывать о событиях. Единственный подозреваемый в убийстве оренбургского предпринимателя, его сына, уехал назад в Абдулино, где был задержан пару недель назад. Отвезли его на место проживания следователи. Таким образом, они намерены проверить его алиби. 9 марта Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании троих подозреваемых в убийстве Черновых. Мужчин задерживали в Абдулино, после привезли в Оренбург для следственных действий. Один из них дал показания, обвинив других задержанных в убийстве, а сам он якобы находился в машине и только все видел из салона. Правда, через некоторое время эта информация не подтвердилась, и двоих подозреваемых выпустили из СИЗО. Третий же неоднократно, по нашим данным, менял показания. Как сообщил его адвокат, журналистом Орендей, мужчина имеет контузию, соответственно, может озвучивать некорректные сведения. Сейчас в Абдулино проверяется алиби подозреваемого. Напомним, резонансное убийство предпринимателя и его сына произошло утром 17 января в одном из дворов по улице Карагандинской. Дуршлаг, а не крыша. Уже не первый год жители дома номер 3 по проезду промысловому живут в надежде на капитальный ремонт. Весна и осень для них – нелюбимое время года, так как квартиры на верхних этажах, да и не только, затапливают талой дождевой водой. Коммунальщики обещают, что скоро ситуация изменится, но это только на словах. В рубрике «Срок ответа сегодня» мы попытались выяснить, когда проблема решится. Мокрые потолки, сырые стены, ведра и тазики. Уже третий год подряд жители этой многоэтажки встречают весну подобным образом. Вода от подтаявшего снега и дождей сквозь прохудившуюся крышу попадают в квартиры и в подъезд. Протекает весь коридор по направлению всей квартиры. Вот, как бы, видите, лужи. Вон они возле той квартиры. Все потеки можем показать. Вот, сюда вызывали аварийку. Видите, вот это все просечка кровли. Мы вызывали аварийку, здесь нам все перекрывали, потому что было замыкание. И вот моя квартира. Мы течем. Вот лужи. Мы течем. В квартире все то же самое. Больше всего люди боятся, что рано или поздно из-за дырявой крыши может произойти короткое замыкание, что может стать причиной очередного пожара. ЧП в их многоэтажке уже было. К счастью, тогда оно произошло днем, и огонь быстро потушили. Считовая все время мокрая. Течет именно по счетовой. Вот здесь вся стена, провода все идут. Вот именно мокрая стена там, где провода. Ремонт в квартирах испорчен, обои отслаиваются, у кого-то уже по стенам пошли плесень и грибок. Чтобы хоть как-то остановить течь, некоторые жильцы уже самостоятельно положили на тех этажах полиэтилен. С 13 марта каждый день мы даем заявки и в 30-40-40, и в наше ЖЭО. Каждый день нам говорят, мы придем, мы придем, мы придем. Кроме того, что мы сами собираем вот эти лужи, никто не приходит. Дома уже 40 лет, и хоть коммунальщики периодически латают дыры, кровля нуждается в капитальном ремонте, уверены люди. Они собрали все необходимые документы и подали заявку для участия в программе. Мне сказали, что к концу апреля у нас будут уже окончены все конкурсы, определенные все подрядчики, и уже летом мы приступим к ремонту крыши. Сейчас ситуация выясняется такая, что генеральный заказчик у нас стал в ЖКХ города. И мне теперь придется доказывать, что нам необходимо делать капитальный ремонт крыши. То есть мне опять надо делать обход жильцов, собирать подписи, полностью реестр. От них должен прийти проектировщик. То есть определить состояние и стоит ли вообще делать. Этого не происходит. Управляющие компании Оренбург сообщили, что вновь крышу подлатали, ущерб, нанесенный жильцам, выплатят. Заявки, которые у нас поступили в момент этих дождей и таяния снега, мы сейчас их первично устраняем. Какие на осенний период, мы за летний период текущим ремонтом все мягкие кровли как бы подделаем. Коммунальщики говорят, мол, и сами понимают, здесь нужен капитальный ремонт. Чтобы попасть в эту программу и полностью конкурс, отыграть проектирование и так далее, нужно два года. То есть мы в 2017-м подали заявку. В этом году реализация программы. В 19.02 у ЖКХ города и фонд модернизации заключили договор между собой. У ЖКХ до 1 апреля разыгрывает конкурс по проектированию вот этих работ. И на следующий год будет конкурс отыгран на произведение этих работ. Владимир Свотин сказал, что ремонт капитальный будет в 2019-м году. Никаких дополнительных документов людям собирать не нужно. Мы также обратились в ЖКХ города. Нам сообщили, что сегодня ведется подготовка к конкурсу на проектную документацию. В течение месяца будет выбрана компания. Как только смету работ составит, выберут подрядчика. Долг платежом Красин. В противном случае перекроет канализацию. Долг оримбуржцев за воду составил 175 миллионов рублей. Методы воздействия ресурсно-снабжающая организация на неплательщиков оценила Александр Криволапов. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе и пришел. Но не Магомед, а водоканал. И не к горе, а на чердах 16-ти этажки. Из технического помещения с помощью специального устройства с хирургической точностью специалист безошибочно определяет место входа канализационной трубы должника в общий коллектор. Считан на минуты металлический кляп герметично перекрывает слив. Должнику разгерметизация слива обойдется в дополнительные 6 тысяч рублей. Неплательщики гостеприимностью не отличаются. Да и специалисты водоканала на радушную встречу не рассчитывают. Не открыли дверь, получите письмо. И до новых встреч уже в кабинете Оренбурга водоканала. А пока должник лишается элементарной возможности справить нужду и умыться. Сумма задолженности данного абонента составляет 14 тысяч рублей и срок образования с декабря 2015 года. То есть практически более двух лет данный абонент не оплачивал предоставляемые услуги. Данного абонента отключали летом прошлого года. Был с ним подписан график погашения задолженности, который данный абонент не выполнил. Вынудил водоканал провести повторное отключение. На крайние меры специалисты Оренбурга водоканала идут в исключительных случаях, когда предупреждение уже не действует. К нами за два месяца 2018 года вручено 6 с лишним тысяч претензий на 96 миллионов. Подано более 700 исковых заявлений на 7,5 миллионов рублей. Отключено абонентов больше 120 на сумму 1,7 миллиона. После отключения обычно оплачивают. Конечно, это мера действенная. У должников еще есть шанс все исправить. Оренбург водоканал готов к диалогу с каждым. Обратиться в водоканал, заключить график рассрочки. То есть мы каждого абонента готовы выслушать, отработать индивидуально. То есть прошу абонентов не доводить до отключения. Договоры на годовую реструктуризацию долга уже заключило более 350 абонентов. Интернет становится единственным источником получения реальной информации. Вернее, уже встал это мнение журналиста, писатель Александра Филиппова. Он считает, что это показала и последняя трагедия в Кемерово. Сегодня на программе «Круглый стол» мои коллеги обсуждали то, как освещаются эти события и как на них реагируем мы, наблюдатели. Взгляды известного оренбургского писателя достаточно оптимистичны. В ближайшее время возможность действительно получать информацию, что называется, с места событий, у людей никто не отнимет. Правда, телевидение так и останется рупором государства. Мне кажется, все-таки с интернетом ничего не получится, потому что это как бы уже новые технологии. Очень-очень сложно взять это все и закрыть. Поэтому, мне кажется, эта площадка остается. Тем более, что, вы понимаете, тут какая небольшая хитрость. Все-таки, несмотря на распространение интернета, вот на мой взгляд, информацию из него получает, ну я не могу сказать в процентах, но неизмеримо меньше, чем, допустим, получать ту же информацию наших сограждан и, допустим, из телевидения. То есть, власть пока интересует электорат. Тот, кто активно голосует, бабушки, дедушки, есть бабушки продвинутые, они тоже в интернете, в одноклассниках сидят. Но, тем не менее, это неизмеримо меньше процентов. Вот, поэтому придется им, наверное, с интернет-меньшинством мириться до поры. Полную версию программы уже можно смотреть на нашем канале в Ютубе и социальных сетях. Рассчитывать на помощь не приходится. Более полугода прошло с момента событий на свиноводческом предприятии Вишневский. В сентябре там проводились следственные действия. На какой-то момент работа предприятия была парализована. Банально невозможно было даже закупить корм для животных. Сейчас, спустя время, СГЦ Вишневский до сих пор испытывает сложности, связанные с сентябрьскими событиями. О том, что сейчас на предприятии не все сладко, чувствуют сотрудники СГЦ Вишневский. После смены зачастую они идут не домой, а встречаются в этом кабинете, делятся своими переживаниями, тревогой, боятся потерять работу. А недавно написали обращение на имя руководителя Следственного комитета России Бастрыкина. Внутренние ощущения, шаткость такая какая-то под ногами, вот такое вот ощущение. То есть нету стабильности. До сентября мы работали вообще замечательно. У каждого, наверное, внутреннее переживание. И каждый переживает по-своему. Ну не хотелось бы менять место работы? Нет, место работы менять никак не хотелось. А причины для переживания действительно есть. Работа предприятия изменилась. Многие партнеры отвернулись, где-то закупочные цены на тот же корм стали выше, так как предприятие зачастую вынуждено расплачиваться в рассрочку. И самое главное, единственный в Оренбургской области селекционно-гибридный центр остался без государственной поддержки. И подход изменился. Отдельных, так скажем, и организаций, наших партнеров, часть партнеров, конечно же, пошли к нам на встречу. Очень сложно становится все-таки работать с исполнительными органами власти, потому что все-таки мы сельскохозяйственное предприятие и часто пользовались и государственной поддержкой, как вы знаете. Но на данный момент подход он кардинально в сторону у нас изменился. Директор СГЦ Вишневский не скрывает, что сложности много и приходится перекраивать стиль работы. Если раньше не знали, что такое лизинг, то теперь приходится пользоваться этой формой кредитования. Приходится самим искать рынки сбыта и рассчитывать исключительно на свои силы, учитывая, что сельское хозяйство в нашем регионе чуть ли не главная отрасль. Кстати, после сентябрьских событий, как говорят врачи, динамика отрицательная у предприятия. Планы, которые были намечены на 2018 год, сейчас находятся в отрицательной динамике. Мы уже понимаем, что те планы, которые мы наметили, мы их не сможем исполнить. Но стараемся, так скажем, подойти к определенной положительной динамике в виде продаж племенного поголовья. Стараемся все-таки заключить контракты по возможности сами. Тем временем расследование продолжается, а шумиха, которая началась в сентябре во время следственных действий, сейчас стихла. Расследования и судебные заседания проходят в Нижнем Новгороде, куда попасть в руководство предприятия достаточно сложно. А сложности на предприятии от этого только увеличиваются. Школьники Уорска отдохнут дольше, а Оренбургским придется садиться за учебники. Из-за увеличения количества заболевших детей гриппом ОРВИ образовательный процесс на Востоке области с понедельника не начнется. Сегодня такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия. В Оренбурге же таких решений не принималось. На прошлой неделе в Оренбурге приостановили работу учреждений дополнительного образования. Школьники ушли на каникулы, детские сады по-прежнему работают в обычном режиме. Продлевать отдых для учащихся города в Управлении образования сообщили, что не планируют. В Орске из-за волны гриппа и ОРВИ и превышения эпидпорога занятия в школах отменят после каникул. На какой срок – пока неизвестно. По данным Роспотребнадзора, в области за прошлую неделю было зарегистрировано около 15 тысяч случаев заболеваний. Эпидпорог в регионе был превышен на 45%. В областную инфекционную больницу пациенты, заболевшие гриппом и ОРВИ, активно обращаются. Правда, на этой неделе количество пациентов, хоть и ненамного, но сократилось, говорят медики. Период простуды и авитаминозов с заботой о здоровье особенно важна. В Оренбурге открылась выставка «Красота и здоровье», на которой московские специалисты позволяют получать полную информацию о состоянии организма. В частности, бесплатно можно проверить зрение и сердце. Приехавшие впервые в Оренбург московские специалисты ведут прием в ДК «Экспресс». Определение состояния здоровья возможно благодаря опыту, навыкам, специальной современной аппаратуре. Прибор «Ангиоскан» расскажет все о сосудах вплоть до состояния нервной системы и индекса стресса. Новейшая разработка ученых «Иридоскрин» позволит оценить функциональное состояние организма по радужной оболочке глаза, выяснить микроэлементный баланс, уровень паразитарной инфекции, токсического поражения и многое другое. У московских специалистов на выставке «Красота и здоровье» на новейшем оборудовании можно протестировать весь организм, получить рекомендации и назначения по всем тем проблемам, которые возникают. Также задать вопросы по всем тем направлениям, которые возникают у наших пациентов. Бесплатно получить консультации по состоянию сердца и зрения можно ежедневно, включая выходные, как, впрочем, и пройти тестирование у других специалистов. Все это возможно сделать в короткие сроки, что позволит быстрее приступить к решению проблем со здоровьем. Перелистывая жизнь. Сегодня в библиотеке имени Крупской состоялся творческий вечер выдающегося театрального деятеля, поэта Владимира Флэйшера. Биографию и поэзию нашего земляка изучил Александр Криволапов. Выпускник Оренбургского педагогического института Владимир Флэйшер работал школьным учителем, дослужился до директора, завершив педагогическую деятельность. Флэйшер полюбил театр и почти 15 лет возглагал Оренбургский кукольный. Биография юбиляра – председательство Комитетом по культуре и искусству Оренбургской области. В 1998-м Владимир Натанович покидает Россию, работает в Германии и Франции, но в 2013-м возглавляет прославленный столичный театр на Таганке. Сегодня в карьере театрала новое место службы – театр «Эрмитаж» и новые творческие планы. Работаем над спектаклем, который будет называться «Цари». Это странная история, а поскольку театр у нас все-таки экспериментальный, поиски – это Борис Гудунов Александра Сергеевича Пушкина и Пугачев Сергеевича Есенина. И это все замешивается на одной площадке. Руководящий хлопоты не отвлекает творца и от любимого занятия поэзии. Муза посещает, признается Владимир Флейшер. Мне ничего не мешает. Я как бы существую органично и в жизни, и в природе, и, надеюсь, в стихах, и в работе. Мне все это нравится. А почитателю поэтического творчества Владимира Флейшера нравятся его стихи. Автор с удовольствием раздает автографы на новом, уже третьем, по счету сборников своих стихов. У подможья Уральских гор, под бескрайней пустынью-синью, Бузулузский раскинул собор. Пофелья и гавны бывшие Паратов, следом и все ближе царя русской, грозный Иоанн, седая шевелится бровь. Но хрестаковый голос крепнет и повергает душу в трепет Джульетты робкой любовь. Теннисисты России на Оренбургской земле. Стартовал турнир по настольному теннису в памяти героя социалистического труда вестрано-газовика Владимира Мальцева. Юные спортсмены со всей страны приехали, чтобы побороться за кубки. В спортивном зале центра настольного тенниса с раннего утра многолюдно. Сюда съехалось более 200 юных спортсменов из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Уфы и городов Оренбургской области. Турнир, конечно, очень хороший. Дети видят уровень игры, видят школу вашу замечательную. Василиса Данилова – воспитанница детско-юношеской спортивной школы, которая действует в центре настольного тенниса. Девочка занимается спортом 7 лет. За это время успела достичь хороших результатов. В прошлом году побывала на чемпионате Европы во Франции и заняла второе место. Без призов не обходятся и всероссийские турниры. Сыграли группы, но я всех выиграла в группе. И завтра будем играть в финал. Победить своих соперников на начальном этапе соревнований удалось и юным теннисистам из Тольятти. Но расслабляться, говорят, ребята некогда. Ведь турнир в самом разгаре, поэтому важно провести работу над ошибками. Были, конечно, трудности, но все у меня получилось. Владимир Мальцев посвятил судьбу Оренбургскому газовому комплексу. Работал оператором на газоперерабатывающем заводе. Молодым подавал пример трудолюбия и целеустремленности. Турнир по настольному теннису в его честь впервые прошел в Оренбурге в 1996 году. Желающих испытать свои силы, проявить навыки на состязаниях становится все больше, отмечают организаторы компании «Газпромдобыча Оренбург». В эти дни, когда мы празднуем юбилей предприятия, с гордостью можно отметить, что новые поколения газовиков следуют этим замечательным традициям и проводят большое количество мероприятий для детей. На чьей стороне окажется удача еще неизвестно. Итоги турнира подведут 30 марта. Подъем в гору для мам поселка Карачи дается с трудом. А еще оренбуржцы стали пристальнее обращать внимание на поведение друг друга и предъявляют претензии. Какие именно, знает дежурный корреспондент. Мамам поселка Карачи заметно увеличивает нагрузку подъема возле остановки аптека по улице Беляевской. Об этом рассказала нам Елена. Дело в том, что там есть только ступени, и с детской коляской подняться или спуститься невероятный труд. Детей вводят в детский сад и не рады ежедневным вынужденным тренировкам, когда приходится, по сути, на себе нести и коляску, и детей. Возможно ли сделать асфальтированную прямую дорожку для удобства местных молодых мам? В администрации Южного округа отметили, что для начала надо осмотреть территорию, измерить склон, насколько возможно это технически и будет ли безопасно. Специалисты пообещали, что в апреле предоставят ответ, возможно ли сделать асфальтированную дорожку. Хамство от женщины услышать обидно. Михаил Иванович, житель дома 54 по улице Кобозева, возмущен поведением молодой автоледи. Девушка на темно-синем субару грозилась задавить пенсионера. Именно так пожаловался Оренбуржец. Конфликт произошел во дворе дома. Мужчина сделал водителю замечание, что подъехала слишком близко к подъездной двери. На что сначала услышал нецензурную брань в свой адрес, а потом, говорит пенсионер, женщина и правда попыталась на него наехать. А вот Ольга наоборот жалуется, что мужчина из поселка 9 января ведут себя не по-джентльменски. Она ежедневно ездит утром на автобусе. По большому счету в это время всегда собираются одни и те же. И при этом мужчины стараются быстрее всех залезть в автобус, расталкивая женщин чуть ли не локтями. Такое поведение очень огорчает жительницы поселка. И пассажиров все же просят быть внимательнее к дамам. Такое замечание, пожалуй, не повредит и всем нам. Будьте добрее друг другу. А если требуется помощь журналистов, звоните номер, вы видите на экране. К слову, о культуре и порядочности занятные цифры публикуют известия со ссылкой на экспертов Левада-центра. Говорят, что современные женщины совсем не ценят, когда мужчина ведет себя по-джентльменски. Солги говорят, что за 25 лет характерные портреты женщин и мужчин практически не изменились. Вот только заметно снизилась ценность порядочности. Например, главным качеством, по мнению дам, это ум. Чуть меньше половины уверены, что для мужчины важно уметь зарабатывать деньги. И лишь третий россиянок указали такую черту, как порядочность главной. В 1993 году для женщин России это качество было на первом месте. В отношении самих дам, лишь четверть мужчин ценит ум прекрасной половины. На первом месте все же хозяйственность женщины. Потом уж заботливость и красивая внешность. А сколько зарабатывает дама для российского мужчины, судя по цифрам, и вовсе не имеет значения. О чем еще не успели рассказать, обязательно расскажем в 23 часа. Напомню, посмотреть эфир вы можете также на официальных страницах в Ютубе, ВКонтакте, Фейсбук, в кабельных сетях РТелеком, Думру, Интерактивном ТВ, Фокус Лайф, на сайте РНД, а также читайте нас в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова